Новому общероссийскому движению детей и молодежи скоро полгода. Его участники называют себя современными пионерами Отечества, а создатели довольно амбициозно заявляют, что основная миссия объединения – обеспечить России великое будущее. Молодежь Алтайского края к движению уже присоединилась. И сегодня руководитель регионального отделения Ирина Рыбина расскажет нам о задачах движения и новом формате общения с подрастающим поколением. Здравствуйте, Ирина. Вот скажите, что для вас лично представляет новое движение и почему вы решили возглавить региональное отделение? Здравствуйте. Это личная история, это включенность эмоциональная в те ценности и смыслы, которые движение несет. И когда я изначально познакомилась с концепцией движения, с презентационными историями, я поняла, что это очень сильно близко именно к моему внутреннему состоянию. И команда сейчас, которая будет заниматься развитием движения в Алтайском крае, она тоже подбирается под эти истории о том, чтобы ключевые площадки, которые будут создаваться в движении, они были важны и цены для каждого человека, который работает на этом попыще. Ну и естественно, дети, очень многие говорят, что это наше будущее, а мы в движении говорим, что это наше настоящее. И чем быстрее наши ребятишки вовлекутся во все процессы со деятельности и сами станут активными гражданами по реализации направления движения, тем эффективнее будет весь результат. Мы в это верим и готовы создавать максимальные истории для того, чтобы в движении все получилось. Вот немало известных общероссийских деятелей заявляют, что новое движение – это своего рода прототип пионерской организации. Но есть и мнение о том, что движение первых – это отнюдь не пионерия, отнюдь не комсомол. То есть такое мнение полярный, да, разделились. Вот что думаете вы на этот счет? Мнение всегда, когда они есть, это замечательно. Это говорит о том, что люди неравнодушны к движению. Это значит, что его обсуждают, рассматривают с разных позиций. А при обсуждении всегда рождается истина. Так что очень хорошо, что такие мнения и, возможно, полярные присутствуют. Мы же за то, чтобы в движении взять и из пионерии лучший опыт, но при этом не забывать, что современная реальность, она очень изменчива. И сейчас, если полностью под кальку реализовывать пионерскую историю, то само общество совершенно другое, сознание общества другое. Поэтому нельзя взять прям вот готовые клише и с ними пойти. Но при этом нам также, как и предыдущим пионерам, как наша история, тоже присущи это и со деятельности, и взаимовыручка, и стремление к мечте, командная работа. В принципе, ключевые позиции, они будут реализовываться в движении. Но уже в зависимости от того, как это видит современный ребенок. Потому что движение, оно организовано детьми. И нам очень важно, всем наставникам, это чувствовать, понимать и в деятельности как раз реализовывать в диалоге с детьми. Главная миссия объединения – это все-таки патриотическое воспитание детей, я так понимаю, да? Это вообще воспитание, да. Это система воспитания, это формирование качеств человека, да. И эти качества, в зависимости от того, какие есть интересы у ребенка, да, они будут как бы прорабатываться из компетентностной истории. Потому что движение – это и любовь к родине. А любовь к родине, она имеет различные прочтения. Но мы всегда со своей командой и в работе с детьми говорим о том, что начинается все с нас, с каждого шага. Когда я не прохожу мимо какую-либо ситуацию, подключаюсь и помогаю. Когда там завалился забор, а я не прошел и помог его поднять. Да, это вот такие элементарные шаги деятельностные. Патриотизм в движении очень сильно его связываем с семейными ценностями и вообще с вовлечением семьи в систему воспитания. И у нас целевая аудитория в движении – это не только дети. Дети задают тон, дети предлагают форматы, дети рассказывают о том, как они видят свое будущее и что они готовы делать сейчас. Но детям одним это делать очень сложно. И здесь как раз в тандем вступает семья и наставничество с позиции родителей. Поэтому для нас в движении очень широким лейтмотивом идет семейное воспитание, вовлечение семьи. И вот в семье там как раз любовь, там как раз доброта, там как раз позитивное видение будущего своего ребенка. И там как раз вот эта безусловная любовь к своему ближнему. Вот будем работать над семейными ценностями, на вовлечении семьи. И в последующем уже, расширяя этот круг, будем выходить на общепатриотическую историю. То есть привитие семейных ценностей, это, скажем так, одна из отличительных особенностей вашего объединения. А какие еще отличительные черты есть у вас? Что вас будет отличать от других организаций, безусловно? Безусловно, ну знаете, я думаю, это как раз диалог с ребенком. Диалог с ребенком, особая история о том, что мы прям максимально стараемся слышать репетишек, то, как они видят это движение. Оно и само создавалось. У нас на съезде была история, когда голосование выявило одни списки, а те делегаты, которые приехали с правом голоса, они в обсуждении, уже в более такой неудаленном формате, а в живых площадках увидели название движения совершенно по-другому. И мы два дня голосовали, собственно, за само название. И детей услышали, детей поняли, детей приняли. И теперь мы называемся движение первых, именно так, как решили ребята. И они эту линию сейчас дальше продолжают, потому что потом в последующем были площадки разработки брендбука, тоже ребята предлагали и вышли на линию первых на базе ТВ-эйды. Другие ребята разрабатывали, как будет формироваться детский совет и вообще, как будет организована структура первичной отделения, местной отделения, региональной отделения. То есть сейчас уже формируются, скажем так, структуры этого движения в нашем регионе в том числе? Конечно, конечно. Вот сколько у нас отделений, где они, сколько детей уже входит в состав движения? Вся эта история сейчас активно выстраивается. И вообще, в принципе, полгода и еще будет какой-то период, я считаю, до сентября, связанный со строительством движения. Потому что можно, конечно, вступить в деятельностную составляющую, начать реализовывать проекты активно. Но когда нет базы, и вот вы там тоже сказали, чем отличается движение, и вот вспомнила я следующий мотив, да, движение отличается тем, что у него будет очень хорошая инфраструктурная позиция. Впервые, в принципе, в Российской Федерации с федеральной стороны предлагается штатная численность, которая будет работать в субъектах по развитию того или иной организации. То есть какая-то реальная поддержка? Реальная поддержка, финансовая? Финансовая, 108 штатных единиц, да, с федерального уровня финансируются. У нас будет представительство в каждом муниципалитете, специалист, который занимается российским движением детей и молодежи. Это очень важная история, поскольку мы всегда говорили, что кадры решают все, и нам бы очень хотелось поддержку этих кадров. Сейчас с федерального уровня пришла эта поддержка, и мы активно ищем специалистов, которые готовы с ценностной истории, с чего мы сегодня с вами начали, да, поддерживать и развивать эти вещи, понимать значимость, смысл и иметь компетенции по со-деятельности с ребенком. Вот, поэтому отличительная история – это хорошая инфраструктурная позиция. Вторая история связана с тем, что это колоссальнейший диалог с ребенком в том, чтобы на позициях критичности мышления, на позициях того, как они видят современный мир и свое будущее, да, появить как раз ответственность за то, что будет дальше. Вот, как бы вы предлагаете проект, он мало его предложить, да, его же надо организовать, вовлечь команду, прописать результаты, а потом дойти до этого результата. И вот здесь тоже очень важно в диалоге с ребенком доходить до этих результатов. Это и будет воспитательным эффектом, и это будет как раз вот там, как по капельке формируется и становится личность ребенка. А вот какой он конечный результат? Все-таки какие основные цели вы преследуете? Ну, помимо того, что вот вы уже сказали, там, воспитание, что еще? Ну, вот смотрите, то есть мы сейчас строим структуру, то есть структура – это само региональное отделение, запускаются там большие пакеты документов на то, чтобы мы вот юридически все правомерно сделали. Вторая история – мы устраиваем штатную численность, третья история связана и у нас, вопрос связанный с тем, что сколько сейчас первичных отделений, как это выглядит. На данный момент через сайт «Будь движение.РФ», а, собственно, все первичные отделения, все ребята регистрируются на этом сайте, чтобы у нас четкая была прозрачная система, и мы видели, как в каждом субъекте Российской Федерации движение развивается. Сейчас через эту систему ребята инициируются своими советниками по воспитанию в школе, с замами по воспитательной работе, своими наставниками, первичные отделения. Через сайт их подают, мы их проводим через региональный совет, и все так сложно, легитимно, но строится. На данный момент уже открыто 264 таких отделения, до конца года мы планируем открыть около 600. Немало. Немало, это достаточно много, но вот одна из особенностей движения – это равные возможности, а равные возможности у детей будут тогда, когда то же самое первичное отделение у них появится, то есть они будут сразу же вовлекаться, что есть 12 направлений. Есть первичное отделение, значит, все 12 направлений… 12 направлений деятельности. Деятельности должны на нем так или иначе себя найти. И, соответственно, мы прекрасно понимаем, что какие-то направления будут более востребованы у детей, какие-то будут менее востребованы. Даже по вот этому количественному составу уже можно будет как-то понимать потребности наших ребят в Алтайском крае, их интересы. Или вообще с другой стороны задуматься о том, что почему в твоей первичке из 12 направлений только 6, а другие 6, допустим, вообще не развиваются. Или ребята просто не видят в этом перспективу, или может быть мы не дошли до тех ребят, которым это интересно. Потому что еще одна из особенностей движения это вовлечение уникальных участников. Что это значит? Это те ребята, которые сейчас, ну не те активисты, которые не участвуют во всем, а те, кто да, знают, да, у них хорошее воспитание, да, они учатся, но допустим, такую активную жизненную позицию не занимают. И нам бы хотелось через движение дойти и до этих ребят, чтобы они пользовались всеми возможностями, которые сейчас создаются в Российской Федерации для институтов детства. Ну а сколько детей уже вот вошло, стало участниками этого движения, да, активно ли вообще они откликаются, как вы на них выходите, ну помимо того, что они могут зарегистрироваться на сайте, как они вообще могут узнать об этом движении? Мы ведем работу через Министерство образования и науки Алтайского края, они очень активно вовлечены в эту деятельность, потому что мы часть новой философии воспитания Российской Федерации, и мы работаем в колоссальном тандеме. Соответственно, через соцсети обитишки могут узнать, через советников по воспитанию, потому что мы тоже в тандеме очень многие вещи реализуем. Ну и также, соответственно, если у нас есть такие более активисты, амбассадоры мы их называем, те, кто уже поучаствовали в проекте, они же возвращаются домой и вот свой эмоциональный подъем, рассказывают, с кем они познакомились, где они побывали. И вся эта история, соответственно, как снежный ком развивается, и другие ребята, ага, я, значит, тоже хочу, значит, мне тоже надо поучаствовать. И, собственно, за счет этого и возникает количественная составляющая ребят, и это здорово, потому что здесь не должно быть насилие, здесь должна быть история связанная. Я захотел, я изучил, и у нас сейчас, в принципе, этот год, это как раз, чтобы ты попробовал себя в разных направлениях. Есть формат того, что ты можешь стать полноценным участником и зарегистрироваться, а есть формат там лайт-версии регистрации, когда ты можешь себя попробовать в различных направлениях, но потом уже самоопределиться. Ну, и давайте в завершение приведем какой-нибудь конкретный пример, какие проекты уже были реализованы, я так поняла, да, уже есть реализованные проекты. И на ваш взгляд, все-таки организация, она будет жизнеспособной? Не будет она такой формальной для галочки, как у нас нередко создают организации? Она не может быть для галочки, потому что, ну, я приходила в нее для того, чтобы она работала. И поэтому максимально вся команда будет работать на то, чтобы был результат. Результат и содержательный, результат и эмоциональный, и самое главное, воспитательный результат. У меня у самого ребенка, и я хочу, чтобы мой ребенок жил в лучшем будущем, и это будущее мы делаем здесь сейчас все вместе. Это одна история, такая же позиция и на федеральном уровне, которая, собственно, декомпозируется на все регионы. Поэтому для галочки однозначно не будет. Пусть мы будем делать маленькие шаги, но качественные. И из реализуемых, уже реализованных проектов мы делали… Из первых шагов. Да, из первых шагов мы делали университетские смены. Университетские смены, ребята регистрируются, первыми участвовали педагогические университеты, наш педагогический университет тоже участвовал в этой программе. Ребята в весенние каникулы получили возможность съездить в Томск для того, чтобы позаниматься и профориентацией, изучить особенности туристических маршрутов Томска, и инновационные технологии посмотреть. Также к нам другие субъекты приезжали в Алтайский край тоже с позиции познакомиться и с педагогической деятельностью университета, с кванториумными историями, ну и путешествиями. Такой взаимообмен между субъектами и ребятами. Это очень важно, с ними тоже встречалось, поскольку каждый из них приносит что-то свое. В работе мы уже поняли, что мы сделаем у нас в Алтайском крае, то, как делается в Московской области, или то, что есть в Горном Алтае. То есть движение позволит ребятам на территории всех субъектов Российской Федерации перемещаться свободно, находить друзей и создавать межрегиональные проекты. Вот на встрече с ребятами они очень сильно просили о том, что давайте Алтайский край, там и Кузбасс что-то сделает, или Алтайский край, и Томск. И это же здорово, они это инициируют. И в последующем, я думаю, у нас однозначно получится и межрегиональные проекты. Спасибо за ваши ответы. Я желаю Движению Первых удачи и процветания. И напомню, что сегодня с Ириной Рыбиной, руководителем регионального отделения общероссийского движения детей и молодежи Движения Первых, мы как раз говорили о развитии данного объединения. Спасибо. Спасибо.